Девочка нашла эту кошку на дороге и не поверила своим глазам. Эмили гуляла на улице, когда увидела на дороге вот такого котенка. Она отнесла ее домой и назвала ее Матильдой. Через несколько дней Эмили заметила, что один зрачок у кошки потемнел и начал темнеть, и второй. А также глаза начали расти. Кошку отвезли к ветеринару, на что те сказали, что это спонтанное вывихивание зрачков. Это означает, что зрачки отделены от другой части глаза по какой-то неизвестной причине. К счастью, хозяева говорят, что кошка с большими зрачками не испытывает дискомфорта в связи с ее болезнью. Сейчас кошка ведет обычный свой кошачий образ жизни, несмотря на свою внешность, похожую на инопланетную. Что о тебе говорит цвет твоих глаз согласно науке? Окей, если у вас голубой цвет глаз, то вы часто боитесь пробовать что-то новое из-за стеснения. Такие люди с голубыми глазами с твердым характером, и они знают, чего хотят от жизни. А люди с зелеными глазами непредсказуемы и креативны. Еще зеленоглазые люди лучше выдерживают стрессовые ситуации. Люди с карими глазами, вы очень независимы и спонтанны. Но некоторые из таких людей имеют проблемы с пищеварением. Серый цвет глаз, он очень редкий. Люди с серыми глазами очень любящие и верные, и зачастую они хорошие друзья. Этим людям очень повезло сделать такие фото. Этот мальчик из Китая с рождения обладал такими гибкими пальцами. А здесь кому-то попалось вот такое вытянутое яйцо. Вот так начинается радуга. И да, она растет прямо из тучки. При таком массовом перелете птиц даже небо стало темным. А это снежные кружки на горах Швейцарии. И я не знаю, как такое могло получиться. Вот так современные животные выглядели в прошлом. Все мы знаем ленивца, который днями напролет висит на деревьях. А много лет назад это было не так. И вот как раньше выглядел ленивец. И да, я не шучу. А это сравнение доисторического ленивца и человека. Большинство из нас у себя дома имеют вот таких милых собак. Но я не думаю, что если живя в прошлом, вы бы захотели себе иметь такую. Это медведь-собака. И я рада, что они сейчас такие, какие они есть. На сегодняшний день стрекозы не представляют для нас опасности. И это выглядит очень круто. Но в прошлом длина их крыльев могла достигать роста ребенка. И наконец сороконожки вызывают отвращение у большинства людей. А вот как они выглядели в доисторические времена. И живя в то время, многие бы не выходили даже из пещеры. Субтитры создавал DimaTorzok